Русские новости в новом году 2015 Люди опять нашли, как поделиться между собой на две большие группы Одни высказались Я бы спалил всю эту типографию И вместе с всеми, кто там прибывает Желательно еще выпороть всех, кто читал Это похабное издание Шарли Эбдо Для нас и звучит-то это похабно Но уж какие картинки они там публиковали Это не рекомендую никому смотреть Без тошноты взглянуть невозможно А с другой стороны И те, кто говорит, ах, какие страшные исламисты Надо всех их перестрелять Ну, в гуманном обществе, в демократическом Как надо, конечно, всех уничтожать Всех обиженных и оскорбленных Всех, кто пытается хоть как-то, хоть какими-то средствами Защитить свое собственное достоинство Пусть даже это и неадекватным образом Путем убийства В общем, страшное что-то творится с людьми Страшное что-то творится в головах у людей Надо сказать, что терроризм Это, конечно, оружие слабых Ну, каким образом исламский мир может ответить Вот на все это паскудство Которое в западном мире считается Частью завоеванных ценностей свободы слова Как можно говорить о свободе слова Когда это не слово, а сквернословие Более того, это даже не слово Это порнография И порнография, которая заполняла страницы Вот этого похабного издания Теперь оказывается под защитой Общественного мнения, и люди выспали во Франции на улице И антиисламская истерия охватила всех В то время как речь идет о террористическом акте и террористах Конечно, любое общество должно ограждать себя от терроризма А также от насилия, которое следует не от государства И не по закону Всякое беззаконие наносит удар по стабильности общества и государства Но в данном случае мы видим, что общество и государство глубоко больны Так же, как и российское общество То же самое происходит в России, где путают ислам и террор Это все-таки вещи разные Исламская, мусульманская цивилизация Это одна из великих цивилизаций Опирающихся на одну из мировых религий Не случайно это именно мировая религия И ислам исповедует более миллиарда человек И когда вот эта шизофрения охватывает мозги людей Это значит, что придется воевать и, скорее всего, умирать Не за то, чтобы защищать свое А за то, чтобы доказать кому-то, что можно ненавидеть чужое Вот эта ненависть к чужому, это, конечно, убийство для русских мозгов Вы полюбите свое А что такое свое? Разве мы любим свое? Оказывается, нет Когда возникает полемика вокруг теракта во Франции Оказывается, что свое-то уж как ненавистно До такой степени ненавистно Что готовы простить этому издательству Шарли Похабные карикатуры на Иисуса Христа Это не просто карикатуры Это, может быть, карикатурный жанр Он может быть и добрым, и остроумным В данном случае речь идет о тошнотворных картинках Представьте себе, что кого-то из ваших близких людей На обложке журнала Изображают в какой-то скабрезной порнографической сцене Ну что за это следует? Я бы, честно говоря, избил бы до полусмерти Нашел бы и избил бы Но почему-то считается, что подобные вещи Это и есть свобода слова Конечно, никакой свободы слова Тут и рядом лежалось Это свобода порнографии Вот за это, видимо, Франция выступает Выспав на улице, площади Организуя взрывы около мечетей Ну, они получают, получат гражданскую войну Правительство Франции позволило заселить Эту страну исламистам Те, естественно, отстаивают свои собственные ценности Не всегда адекватно А что, сами французы всегда адекватно отстаивали свои ценности? Да, бог мой, да одна французская революция чего стоит Не говоря уже о всех последующих десятилетиях и столетиях А последнее – это разгром Ливии По воле господина Саркази Который даже и к французам относится весьма условно Кстати, в этом издании «Шарли» И на него помещали карикатуры И там возбуждали всякие дела И какая-то связь, может быть, между ними и существует Ну, давайте посмотрим Разве всегда справедливы те, кто действует на стороне Вот этой так называемой свободы слова Разве они не лекут за собой массовые убийства Массовый террор, который осуществляется силами целого государства Вооруженными силами или какими-то там коалициями В том же Афганистане, в том же Ираке В той же Сирии, где гибнут люди сотнями Но разве французское общество на это реагирует? Разве кто-то во Франции отреагировал адекватно на сожжение мирных людей В Доме профсоюзов в Одессе? Были какие-то массовые демонстрации? Да и у нас в России тоже не было Зато у нас теперь массовые демонстрации с цветами около французского посольства Кому сочувствуют? Сочувствуют порнографам Сочувствуют тем, кто выступает за свободу порнографии Разве это русское самосознание? Может быть это как раз и люди, которые относятся только к русскоговорящим Выспали на улицу и несут цветочки к французскому посольству Чему сочувствуем? Чему сочувствуем? Да, есть трагедия семей, которые потеряли своих родных и близких Но в данном случае мы имеем дело с политическим актом И просто так на него реагировать, как реагирует сейчас Будь то бы это гибель невинных людей, да вовсе не невинных, а виновных Причем виновных настолько, что я, честно говоря, не вижу большой разницы между исламскими террористами и либералистическими порнографами Нельзя, конечно, оправдывать душегубство, но нельзя оправдывать и тех, кого сейчас считают жертвами Да нет, все французское общество является жертвой вот этих порнографов Не одно ведь издание действует, а множество Так же, как и в Российской Федерации У нас средства массовой информации просто захвачены порнографами Ну, достаточно просто посмотреть, что происходит на телевидении, государственном в том числе телевидении В период вот этих праздников Разве это не порнография? Разве эти люди, которые создают эти передачи, выпускают в эфир недостойное осуждение? Ну, по крайней мере, моральное осуждение Я не призываю никого убивать, но высечь этих людей где-нибудь на людной площади Господина Добральдеева, господина Эрнста Это, по-моему, было бы совершенно справедливо Разве это не так? Или это у нас такое понимание демократии, что можно поливать мозги всякой грязью, всякой грязью и всякими глупостями И это считается нормально, это считается свободой слова? Да нет, никакой свободы слова, если нормальному, интеллектуальному слову просветительству нет места в средствах массовой информации Это значит не свобода слова, это наоборот В слову, в слово с большой буквы, просто нет доступа в средства массовой информации Видимо, во Франции то же самое, я не могу сказать наверняка, поскольку не знаком с состоянием средств массовой информации во Франции Но там хотя бы принимали законы, которые ограничивают прокат иностранных фильмов Ну, хоть что-то делали для того, чтобы не допускать вот тех безобразий, которые существуют в Российской Федерации У нас же просто тотальное заполнение всех средств массовой информации порнографами, самыми настоящими У нас нет практически толковых, вменяемых людей, которые выпускали бы интересные и полезные передачи на телевидении, на радио Газеты у нас заполнены черт знает чем Ну уж, по крайней мере, неправда, это уж точно Или подделкой под какой-то интеллектуализм в таких вот бизнес-изданиях На самом деле тоже полно всякого вранья, полно всякой глупости Извращающей действительности, смущающими людей Рано или поздно, может быть, и нам придется вот так бороться за высшие ценности Путем разгрома каких-нибудь там редакций Помните, как-то была такая тоже истерия вокруг вторжения бойцов РНЕ в редакцию газеты «Московский комсомолец» Ну, ничего, тогда даже никого и не побили А жаль, на самом деле, вот этого Павла Гусева, который до сих пор коптит еще небо Вот тогда было бы высечь, было бы хорошо Ну, вот тогда с тех пор они сильно сориентировались, наняли там всякие охранные фирмы И теперь туда не просочишься, а пороть вот этих журналюк, конечно, стоило бы, стоило бы Если это атака исламистов на западные ценности, то нам защищать эти ценности не нужно Оба хуже, и те, и другие И террористический исламизм плох, и западные ценности просто отвратительны Поэтому мы должны быть не на одной из двух сторон А нам предлагают только это, вот точно то же самое, как и в Новороссии Вы либо за Порошенко, либо вы за Путина Да мы не за тех и не за других, не за Порошенко, не за Путина Мы не за исламистов и не за порнографов Мы сами по себе Давайте свою собственную позицию формировать Зачем мы, как идиоты, склоняемся то ли туда, то ли сюда И вот таких людей, у которых снесены мозги, которых готовы делить мир надвое Стало уж слишком много И это люди, которые не имеют своей собственной позиции Им легко в голову вкладывают либо одну позицию, либо другую И они готовы загрызть друг друга насмерть Вот нам не нужно, русским националистам в особенности, считать, что нельзя быть за черных Ну тогда что нам, быть за пидорасов, что ли? Нам нельзя быть за исламистов Исламисты нас самих теснят, прессуют здесь и завоевывают Россию Ну так и не надо быть за них Но разве стоит после этого переходить на сторону вот этой мрази, которая в средствах массовой информации поганит русский язык И развращает наших сограждан, в особенности молодое поколение Да ни в коем случае, ни с теми, ни с другими Ни с Порошенко, ни с Путиным, ни с Шарле Бдо, ни с исламистами У нас своя собственная позиция Оба хуже, и те, и другие являются нашими врагами Вон их всех из нашей жизни И всех их симпатизантов Кто тем симпатизирует, кто этим Нас не должны ни те, ни другие привлекать Не должны нас перетягивать на свою сторону Ни тех, ни других мы не можем поддерживать, а занимать ту или другую сторону Реакция мира на парижскую бойню в высшей степени цинична Убейте тех, кто убивает Ну, это, в принципе, норма Если те, кого убивают, посягают на какие-то основополагающие ценности А кто у нас посягает? Исламисты, они свои ценности отстаивают У нас есть свои Ну, пусть они живут у себя, в своей исламской цивилизации Мы в своей, православной, христианской Ну, на Западе пусть там своя протестантско-католическая цивилизация существует Не надо смешиваться Зачем нам все это смешение? Это создает как раз условия для конфликта, для войны Нам уже показывают карту Парижа, которая целыми секторами отделена Куда коренной прижарен не может входить Ну, точно то же самое ведь у нас и в Москве происходит У нас уже целые районы заселены так, что в школах не услышишь русского слова Разве не то же самое происходит у нас? У нас тот же самый конфликт назревает Только лучше нам этого конфликта не допускать А чтобы этого не было, не надо давать нашему, на самом деле абсолютно не нашему, чужому нам правительству Делать то, что оно делает Заселять страну инородным элементам Нельзя допускать, например, сдачи Дальнего Востока А она состоялась, подписан, Путин подписал закон По которому никакого квотирования по ввозу иностранной рабочей силы там нет Это значит просто сдача Китаю То есть все состоялось на законодательном уровне Состоялась измена в государственной власти Состоялось попрание Конституции Как это заполнять страну чужеродным элементом Не гражданами, которые вообще никакого отношения к русской культуре, российской государственности не имеют Но ведь это они делают Они это делают А что же вы выступаете тогда в защиту этого режима поганого И если вы защищаете журналистов российских Ах, их там где-то убивают Да и по делам Не лезьте со своими гнусностями туда, где льется кровь Что вы их защищаете? Я считаю, что защищать журналистов сейчас невозможно Это абсолютно аморальная профессия Это хуже, чем проституция Значительно хуже И когда там у нас прославляют и даже награждают боевыми орденами Те, кто там где-то погиб или пострадал из журналистского сословия Да не дай бог нам это поддерживать Ни в коем случае Для тех, кто не знает Журнал «Шарли Эбдо» публиковал гнусные, отвратительные, скабрёзные карикатуры Не только на политических деятелей Он публиковал такие карикатуры Или точнее пасквили Не только на пророка Мухаммеда Но и на Христа И все религии для этого издания являются враждебными Но, видимо, те, кто выступает в поддержку этого издания И вот миллион экземпляров собрались издать в память о тех четырёх погибших Это как раз и есть демонстрация ненависти к всем религиям А религия является основой цивилизации Если кто не понимает, все нынешние государства, все нынешние нации опираются именно на эту основу На цивилизационную основу Если бить прямо по этой основе, то всё осыплется И мусульмане, которых так боятся, они придут просто на разваленные цивилизации, которую мы не ценим Если мы не ценим у себя на родине христианство Если мы не уважаем исламскую цивилизацию То здесь не будет ничего Здесь будут просто развалены Если французы думают, что вот эта истерия своя, они остановят ислам Так это не так Остановить ислам может только христианство Так и было в прежние времена Экспансию ислама остановили христианские воины И никто другой нему не сможет остановить А вот эта вся разнузданная порнографическая и развращенная порнография публика Не сможет остановить абсолютно ничего Она может только разрушить свою собственную страну Что и делают либерасты в Европе Либерасты у нас здесь, прежде всего в правительстве Бог с ними, пусть там свои порнографии занимаются у себя в своих либералистических скитах Пусть они сидят в своих норах, ради Бога Но в правительстве вот эта сплошь либералистическая поганая публика Это прямое посягательство, прямое разрушение нашей страны И этого допускать абсолютно нельзя И у нас остались какие-то считанные годы, чтобы вычистить либерастов из власти Чтобы всех этих вот сочувствующих шарлям этим Кто с этими бумажками, я шарли ходит Просто устранить из общественной жизни Если они будут доминировать, то страна будет разрушена Это произойдет на наших глазах Уже сейчас происходит Ну сколько же можно уговаривать себя, что все как-нибудь само собой образуется Не образуется, все История сдвинулась с мертвой точки И либо мы пойдем под откос, либо мы пойдем по пути возрождения Но это означает, что мы должны полностью отказаться от того комплекса ценностей Которые нам навязали в 90-е годы Которые продолжают сейчас навязывать журналисты, порнографы вот эти И порнографы правительственные Полная смена ориентиров должна произойти Тогда Россия спасется В Европе, не знаю, может быть уже в Европе конец Если Освальд Шпенглер предсказывал примерно к 2100 году вообще исчезновение европейской цивилизации То скорее всего так вот к этому и идет Я хочу отметить, что далеко не все подобны вот этой либералистической публике Осуждая исламский терроризм Марин Лепен, лидер французского национального фронта Высказалась очень аккуратно Именно против исламского терроризма Но ни в коем случае не в поддержку вот этой либеральной порнографической публики Наталья Нарочницкая, которая известна Была раньше в русском движении, сейчас перешла на сторону путинского режима К сожалению, сейчас проживает во Франции Но все-таки у Натальи Нарочницкой, у Натальи Алексеевны остались какие-то Представления о русских традициях, о чести в конце концов И она высказалась очень жестко против вот этих изданий подобного рода Которые оскорбляют мировые религии Никто не собирается оправдывать терроризм Но и поддерживать порнографов нельзя ни в коем случае Без этого русское самосознание может быть только разрушено до основания Нельзя принимать сторону врага, даже если другой враг на него нападает Убитого полицейского, конечно, жаль А журналюк? Нет, не жаль Не жаль, потому что эти люди убивают душу народа А это влечет за собой колоссальные жертвы Это означает, что тот самый народ, который сейчас поддерживает журналистов погибших Или чтит их память, на самом деле убивает самого себя И готов к тому, чтобы происходили массовые убийства других людей, других профессий Вот журналистов нет, а других убивать можно В других странах убивать можно Разорить Ливию вдрыск, просто разорить страну, которая находится, может быть, на пике благосостояния и мира Это можно Принять участие в иракском конфликте Франция, ну, большая часть Франции одобряет Принять участие в конфликте в Сирии Да тоже Франция не против Если так, то что это за Франция? К той Франции, которую мы знаем из истории, конечно, никакого отношения Эти французы, еще и перемешанные с африканцами, и с исламистами Теми же, которых они ненавидят Ну, разве это Франция? Франция должна очиститься от всего того наносного, что в ней образовалось Тогда мы будем уважать и французов, и Францию, и французскую государственность А сейчас там нечего уважать Сейчас народ там выступает за порнографию Свобода порнографии, вот их лозунг Для нас такая Франция не подлежит никакому уважению И кроме отвращения, вот эта публика, высыпавшая на улицу, конечно, не должна вызывать никаких других чувств Судя по дискуссиям в интернете, подавляющее большинство все-таки здраво оценивает ситуацию И действительно не поддержит ни тех, ни других Но шизофрения, которая разлилась в российском обществе, охватила все-таки очень значительное число людей И это означает, что конфликты в России будут обостряться и дальше Потому что очень хочется делить все время страну или население на две позиции, за или против В третьей позиции эти люди нащупать не могут Ну такая конструкция их сознания Значит, они будут затевать здесь гражданскую войну И надо вовремя, конечно, их останавливать Или пытаться просвещать тех, кто хотя бы минимально вменяем Вот на минимально вменяемых мы рассчитываем как на наших союзников А на тех, кто готов действовать совместно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране Мы рассчитываем как на соратников по Русскому национальному фронту И приглашаем вступать в Русский национальный фронт Мы должны предпринимать хоть какие-то усилия, каждый хоть понемножку Для того, чтобы наша страна вылезла из той ямы, куда ее затащил Путин и вся его шайка Которые имеют прочную генетическую связь с ельцинизмом, с изменниками, предателями, ворами Никаких других характеристик у этих людей быть не может Там сильный политик, самый известный, самый влиятельный Да плевать на все эти опросы и все эти оценки, которые даются Наверняка во многих случаях за деньги, а иногда просто прямыми пособниками режима Этот режим мы должны уничтожить целиком и полностью И всех его адептов прогнать просто пинками от власти Русские националисты должны править в России для того, чтобы она поднялась с колен действительно А эти люди, которые нам рассказывают, что якобы Россия поднялась с колен На самом деле держат нас на четвереньках Конечно же нельзя верить никакой оппозиции, которая происходит опять из тех же 90-х годов Вот Борис Немцов сказал Испокон веков людей убивали за веру Римляне распяли Христа и преследовали христиан Это он как раз по поводу убийства журналистов Шарли Это означает, что вот этих похабников поставили на одну доску с первохристианами, которые за веру шли на смерть А какая вера тогда у этих шарлистов? Вера-то у них в порнографию Вера у них в то, что можно осквернять все самое ценное, то, что есть у людей, их религиозную веру А как должны христиане или мусульмане реагировать на подобные оскорбления? Ну, некоторые думают, ай-яй-яй, оказывается, ну пусть там ислам, это вот он готов убивать неверных А христиане такие милые люди, которые будут всем все прощать С какой стати? Кто сказал, что мы христиане будем всем все прощать И что заповедь не уби распространяется за пределы христианской общины Посмотрите заповеди Моисея Это же заповеди, которые относятся к своим, но не к чужим У нас есть высказывание Филарета Московского, который сказал Любите врагов своих, гнушайтесь врагами божьими и сокрушайте врагов Отечества Своих врагов мы готовы любить Только своих, вот моих личных врагов я обязан любить Ну, на самом деле, что такое любить? Любить – это стремиться к тому, чтобы они спасли свою душу А иногда для этого нужно проучить очень основательно Иногда душу готов спасти человек только когда топор палача занесен над его шеей И это по-христиански А сокрушать врагов Отечества мы просто обязаны Согласно христианскому догмату И вот тому, как этот догмат истолковал митрополит Филарет И уж гнушаться врагами нашей веры, конечно, мы должны Мы должны с отвращением относиться К тем, кто поганит наши священные ценности Наши святыни оскорбляет Как всякие там пуски и так далее Ну, у некоторых достаточно было просто выпороть Вот как их пусси райд А вот этих журналистов, ну, жалко, что не выпороли Если бы выпороли, может быть, или если бы осудили Если бы посадили в тюрьму, может быть, они бы остались живы И в этом смысле мы не желали бы им смерти К сожалению, французское общество пошло по другому пути И вот получило то, что получило Я думаю, что получит еще немало От безумной миграционной политики От безумного отречения от своих национальных традиций Нам нечему учиться у Франции Абсолютно нечему Нам надо учиться у самих себя У той имперской России, которая была русским национальным государством И развивалась как страна, которая должна была к середине 20 века Быть просто недосягаемая даже для лидера мирового прогресса С того периода Соединенных Штатов Америки Но вот вся вот эта либеральная публика устроила в феврале 17-го года переворот А потом разнуздала самые отвратительные силы Которые захватили власть уже в октябре 17-го года И до сих пор правят, надо сказать Такая вот смесь советского большевизма и либерального большевизма Это то, что в мозгах у Путина и все его когорты И вот что приносит нам основные беды Это отречение от исторической России От коренной России, от истинной России Вернемся к России истиной Совсем по-другому будем жить Достойно и зажиточно Они сидят не так, как сейчас Как рабы своих собственных заблуждений Как рабы этих идиотских общественно-политических теорий Которые нам втюхивают через средства массовой информации Мы не будем в таком случае рабами журналистской братьи Мы будем хозяева сами себе Может быть еще нам повезет и у нас будет православный государь Это может быть высшая мечта, высший венец российской государственности Если нам удастся восстановить монархию В традиционном ее значении И в связи с теми изменениями Которые произошли за истекший уже истекающий век С того массового предательства Которое обрушило нашу страну И привело к тем катастрофам 20 века Которую мы с такой болью переживаем И все больше отстаем от других государств Которые тоже погружены во всякие нестроения и безобразия Но те, которые происходят у нас сейчас Это просто рекорд, рекорд воровства, рекорд измены Правление изменников и воров до такой степени измены До такой степени воровства Наверное нет нигде, кроме каких-нибудь там совсем уж мелких государств Где какие-то исторические недоразумения происходят У нас в масштабе огромной страны В масштабе великого русского народа происходит и продолжается измена и воровство Не только измена и воровство на высших этажах власти Но измена и воровство в собственном сознании людей Они продолжают прощать себя Мелкое воровство у своих Порабощение своих Они позволяют посягать на наши святыни Русский народ позволил превратить Россию В какой-то отстойник для криминала Разгула порнографии и народчества Разве это не измена? Нам надо от этой измены избавиться прежде всего С собственной голове Поэтому никогда не поддерживать ни словом, ни делом, ни воров, ни изменников, ни порнографов, ни журналистов Которые обслуживают этот поганый режим Кто рассчитывает, что христиане будут мирно смотреть на сквернение святыни На всякие похабные рисуночки Очень сильно ошибаются Да, у нас религия более терпимая Мы скорее, когда видим какую-нибудь пакость Мы отвернемся, отойдем в сторону И попросим Господа Бога вразумить этих людей Ну, Господь Бог вразумит, конечно, вразумит Вот, может быть, Он руками исламистов будет вразумлять этих людей Не нашими руками Мы все-таки исповедуем более мирную и более человеколюбивую религию Но если дело пойдет, то с оружием в руках Христианское воинство не однажды выступало против своих врагов И выступит снова, и в Новороссии выступает против своих врагов Которые поклоняются бандитскому режиму Порошенко Там вот русские люди действительно, как христиане, стоят против бесовщины с оружием в руках И в России когда-нибудь встанут так, чтобы мало этим врагам не показалось Мы не призываем к тому, чтобы немедленно осуществить какое-нибудь там вооруженное восстание И друг другу основательно покромсать Самая главная проблема – это в нашем сознании Во-первых, надо понимать, что «не уби» не означает, что мы не должны никого убивать У нас есть более высокая заповедь «Спаси и сохрани» Ради спасения и сохранения своей собственной семьи Своего собственного государства, своей нации Разве же мы не постоим с оружием в руках? Разве же мы будем кого-то жалеть? Да нет, русский человек не должен никого жалеть Если эти люди посягают на святое для него И учиться у исламистов нам не надо Потому что мы понимаем, что главное – это созреть в своей собственной душе До защиты Отечества и до защиты священных ценностей И когда народ созреет, он свернет голову, может быть, просто голыми руками И это будет лучше, чем что-то взрывать Или стрелять во все стороны, когда погибают невинные люди И даже вовсе не те, кто является виновниками всего этого безобразия Но кто виновниками является больше всего? Да, конечно, правящие круги И во Франции, и в России Но про Францию не будем, особенно в России Вот эта вся банда, которая находится у власти, является нашими прямыми врагами Самыми отчаянными, самыми подлыми, самыми злобными Вовсе не какие-то там американцы, на которых все время пытаются списать И вовсе не исламисты, которых эти же негодяи сюда и завезли Давайте мы бороться с причиной, а не со следствием Причина – это правление воровского изменнического режима во главе с Путиным Вот это является причиной, почему на территории России огромное количество инородцев завезено И почему у нас исламисты по всей стране подминают и бизнес, и общественную жизнь Ну посмотрите, они же везде Вот инородчество распространено везде В связи с массовой информацией прежде всего Ну там просто нет русских людей, русских по самосознанию Там сплошное инородчество Посмотрите систему правоохранительных органов Там сплошные инородцы, там инородческие кланы Посмотрите систему органов государственной власти Там люди по самосознанию абсолютно не русские Ну только русскоговорящие И там тоже разнообразные этнические кланы И там эти кланы между собой грызутся Нас втягивают в свои собственные конфликты Нам нужно сформировать свой собственный русский национальный фронт Который должен смести эту власть Отстранить от должности людей Которые являются враждебными русскому самосознанию Русской традиции русской национальной государственности Плохие были праздники Рождество Христово тоже у нас испорчено Разными трансляциями Которые кроме дискредитации Православие конечно ничего не дают Смотреть на эти постные мины Со свечками или без свечек Которые крестятся криво косо Ну крайне отвратительно Мне довелось наверное впервые в жизни Посмотреть на рождественскую службу по телевидению Долго я не смог выдержать Вот примерно как я не могу выдержать Всякие интервью Владимира Путина Также вот подобные трансляции Наводят на очень тяжелые размышления Ну я заметил насколько это просто Как будто какой-то заговор Архиереев, которые Не могут нормально покреститься Путаются в пространстве И почему-то крестное знамение Они не могут совершить как полагается У них как будто атрофирована рука Вот они крестятся И у них после правого плеча Идет рука не к левому плечу как положено А куда-то к брюху И это постоянно Вы думаете что они хоть раз бы покрестились Я не увидел ни одного раза Чтобы архиерей вообще участник рождественской службы В храме Христа Спасителя Покрестился бы как положено От плеча к плечу И когда я смотрел на Путина Или на Медведева Которых тоже показывали Эти мумии с постными физиономиями Которым явно Все это действие было по барабану Они тоже конечно крестились Но рука у них шла не сюда к плечу А куда-то под мышку А по-другому они не могут креститься У меня даже сложилось ощущение Что у них так принято Вот если ты крестишься нормально То ты на уровне рядового прихожанина Вот если ты перестаешь нормально креститься Тогда тебе положено в епископы, в митрополиты, в патриархи Тогда вот дорога тебе открыта Ну главное лениво перекрестись Что-нибудь там на пузе себе изобрази Вот Но я уже не говорю о том Что одно дело слова, другое дела Если дела отвратительны То все эти слова Ну участвуют вот эти люди в литургии Сидят как равные апостолам Ну честно говоря Я раньше не знал Что митрополиту можно сидеть Во время чтения апостолов Они себя считают равными апостолами Ну это просто я считаю Оскорбление православной веры Вот эти люди себя считают равными апостолам Которые сотрудничают И во всем согласны С богоборческим, вредоносным, русофобским режимом Все красиво очень Много золота Красивый ритуал Связь этого ритуала с древними ритуалами имеется Все понятно Все понятно Но что делают эти люди Они разве поднимают голос за Христа За христианское учение За христианский народ Но насколько глубок разрыв между клиром и миром Если этот разрыв глубок То чем занимается клир тогда Может быть его как-то попросить быть поближе к народу И тогда в храмах у нас будут стоять Не охранники И выписанные из какого-то монастыря Певчие А будут стоять прихожане Которые деятельно участвуют В жизни приходов Которые создают ткани русского общества Но ведь этого сейчас нет И приходы Это как кто-то там Мрачно шутил Это не приход, а уход Пришел Свечку поставил Ушел И свободен от всех нравственных вопросов Всех ценностей Которые в православии В христианстве приняты Ну вот для Путина и Медведева Разве есть хоть что-нибудь христианское В их деятельности Ну кроме того Как с постной физиономией На Рождество, на Пасху Где-нибудь в храме постоять Больше ведь ничего нет Ведь это абсолютно пустые люди У них мумифицированные мозги Мумифицированная внешность И такая же политика Мумифицированная И никак не связанная С христианскими ценностями Они исповедуют ценности Исключительно либеральные И поэтому у них на первом месте Воровство да порнография Воровство это экономика у них А порнография это у них Свобода слова Конечно некоторые У нас следуют такому Папийскому принципу Что патриарх безгрешен И епископы безгрешны И критиковать их нельзя И не за что А если ты хочешь критиковать Ты сам на уровне епископа выйти На самом деле И в русской истории известно Что далеко не всегда Надо быть где-то в церковной иерархии Чтобы обличать те безобразия Которые в церкви существуют У нас есть пример Епископа Диамида Который обличил В подробностях Безобразие Московской патриархии Ну разве от этого Что-то изменилось Разве его не устранили Такими же подлыми методами Как устраняют Из политики Своих оппонентов Путин, Медведев И вся прочая их шайка Мы видим просто Один в один Те же самые безобразия В церкви Как и В нашем государстве Поэтому Тип проблем Один и тот же К сожалению Среди православных людей Вот этот попизм Очень сильно распространился И Вопрос об отношении К патриарху Оказывается чуть ли не ключевым Точно так же Как вопрос Об отношении к Путину Если ты против Путина Значит ты против России Ах ты Не поддерживаешь патриарха Ты критикуешь патриарха Ну значит ты против церкви Значит ты вообще Сатанист А антихрист Так Некоторые православные люди Особенно такие православные активисты Которые где-то там близки С московской патриархией Не знаю уж по каким причинам Вот так вот Относятся к своим единоверцам Раз вы критикуете патриарха Значит вы антихрист Вот Ну если так То конечно мы Наверное Мысленно находимся В разных церквях Одни в церкви патриарха Кирилла А другие в церкви Христа Есть конечно и другая сторона Идиотизма Конечно у нас Такие сатанинские Теории Или сатанинские убеждения Возникают постоянно Поэтому клевета на христианство Происходит постоянно Везде И куда бы вы В сети интернет не сунулись Везде вы найдете Всяких придурков Которые рассказывают Что например Ну например что Россию крестили огнем и мечом Это конечно вранье Это убеждение Которое зачеркнуто Из советских учебников Не будем его опровергать Это слишком бы затянуло Наше повествование Ну есть например Один деятель Который выходит Вместе с либерастами Считает себя Русским националистом Но среди либерастов Ему удобнее Почему? Потому что там Антихристианские позиции Ну наверное у каждого первого И вот он Всем рассказывает А некоторые Люди совсем не умные Подхватывают Христиане Крестятся Как неправильно Почему? Потому что Они выписывают Своей рукой звезду Ну смотрите Вот рука внизу Висит Вот вы ее поднимаете Вот поднимаете колбу Вверх Вверх Вниз Направо Налево И возвращаетесь сюда Получается Нарисованная звезда А звезда Это же сатанизм Этим придуркам Конечно неизвестно Что звезда Это просто звезда Это После того Как советская власть Подхватила эту звезду И сделала ее своим символом Вот после этого Принято считать Что что-то со звездой Не так Но на самом деле Что такая звезда Что сякая звезда Все звезды Это просто Геометрические фигуры И например Вифлеемская звезда Это может быть И пяти И шести И четырнадцатиконечная И там Сколько хочешь Конечная звезда Потому что Никакого канона В этом смысле нет И вот Недавняя была передача О том что В Вифлееме Пятиконечная звезда Используется Испокон веков Никакой связи Советской властью Просто не существует Также сообщим И о том Что перевернутая звезда Некоторые считают О сатанизм Отлично Где нарисована Пятиконечная звезда Вверх ногами То это сатанисты Действительно Похоже на такого козла Ушки в сторону Рога вверх И бородка вниз Вот Рисуют козла На фоне Этой звезды И считают Что это сатанист Но на самом деле Как оказывается Перевернутая звезда Тоже древнейший символ Она была На второй стороне Печати Константина Великого Который Канонизирован В русской православной церкви Является Величайшим Святым Римским императором Который Установил христианство Как государственную религию Римской империи Вот такие заблуждения есть Да Это иезуиты Почему-то вот решили Раз у тамплиеров Была перевернутая звезда В качестве символа Вот это объявили сатанизмом Поэтому Не надо впадать В дурь Которая нам навязывается Неумными Необразованными Может быть и злонамеренными Людьми Также шестиконечная звезда Ах это Израильский Еврейский символ Если там где-то его видят То это все Это значит Влияние масонов Влияние Евреев Влияние Иудеев Это все Конец всему Ну и шестиконечная звезда Тоже Ну только в конце Девятнадцатом Где-то в девятнадцатом Веке Шестиконечная звезда Была принята Евреями Как символ Еврейства Но это не означает Что шестиконечная Звезда Во всех случаях Является Признаком еврейства Евреи так Относятся к звезде Которую они рисуют Коммунисты Рисуя звезду Так относятся к этой звезде Как к своему священному символу Но все остальные Относятся к этим Геометрическим фигурам По-другому С какой стати Если какой-нибудь Сатанист Берет в руки Я не знаю Там Русский национальный флаг Черно-желто-белый Мы что Должны отрекаться От этого флага Мы должны перестать Рисовать звезды С любым количеством Лучей Если какой-нибудь Придурок Объявляет его Своим символом Да нет Конечно Это не так Конечно Есть и Зловредные замыслы Если Мы бы вышли на улицу Увидели Что все номера автомобилей Начинаются на 666 Мы бы задумались А кто это все придумал И когда мы смотрим На штрих-коды Которые у нас Печатают все товары И там Это число 666 Число зверя Которое Единственное Обозначено именно так В священном писании На любом товаре Мы это видим Значит Это тоже Наводит на подозрение Что есть какой-то замысел Кому-то вот очень надо Он прочел в священном писании Что это число Есть число зверя Сатанинское число И начал его везде рисовать Именно с этой целью В свое время Когда были убиты Оптинские монахи Вот этот шизофреник Который их убил На тесаке Которым он резал людей Начертал 666 Он сознательно Выбирал это число Как сатанист И поэтому Когда кто-то сознательно Выбирает это число Кто-то рисует Звезду Именно как сатанинскую Или как иудейскую То наверное это действие Совершенно злонамеренное И мы должны Именно так к нему относиться Как к сатанинскому символу Когда он начертан рукой сатаниста Но когда он присутствует В каком-то орнаменте Или в каком-то Украшении интерьера Наверное в этом нет Нет никакого замысла И никакого посягательства На веру Или переход на сторону Врага Или демонстративное Осквернение каких-то помещений Да, то что в храме Христа Спасителя, который построен сейчас Вот заново Очень много шестиконечных звезд Тоже наводит на мысль Что как-то это не случайно произошло Не было никакой необходимости Все испещерять шестиконечными звездами Почему-то это произошло Есть определенные подозрения На этот счет Но обобщать не стоит Не стоит обобщать И превращать все пятиконечные звезды В символ какого-то сатанизма Или коммунизма Все шестиконечные звезды Привязывать безусловно К Израилю, еврейству, иудейству И так далее И даже свастику Не надо все время привязывать к гитлеризму Если он рисуется нацистом То, наверное, это нацистский символ Если он рисуется, например, индуистом То, наверное, он не является нацистским Ни в коем случае Если он является просто воспроизводением Какого-то орнамента Например, древнеримского То здесь никакого замысла нацизме нет И быть не может Поэтому надо избавляться от этой зависимости От навязанных смыслов И не надо уступать никакие символы Врагам Отечества Или врагам веры Христовой Плохие праздники еще и в некоторых событиях Не столь масштабных Как Рождество Христово Или вот эта свистопляска С убитыми во Франции журналистами 3 января застрелился на своем рабочем месте Глава МВД Республики Мариэл Генерал-майор Вячеслав Бучнев Он находился в отпуске А потом пришел в один из дней На свое рабочее место Вынул пистолет и покончил с собой Ну, есть сливной бачок такой Александр Хинштейн Который за свои заслуги Размещен в Государственной Думе Кто-то ему слил из спецслужб Эту информацию Он тут же ее вывалил Он этим занимается профессионально уже многие годы Ему что-то рассказывают Он тут же рассказывает это журналистам Он рассказал, что Якобы уже в республику приехали сотрудники Центрального аппарата Управления собственной безопасности Инспекции по личному составу Для выяснения обстоятельств Что там произошло Но оказывается, что еще В отношении Бунчева Должны были возбудить уголовное дело По статье злоупотребления Недолжностными полномочиями Почему? Якобы у него есть Три служебные квартиры Которые он себе присвоил И вот это Было поводом для расследования И якобы генерал со стыда Застрелился Это, конечно, полное вранье Во-первых, за три квартиры Никто не будет Особенно судиться И стреляться Во-вторых, если кто-то говорит Что человек застрелился Это не значит, что это Действительно было так Его могли застрелить А потом оформить Как самоубийство Мы знаем, что такие события В Российской Федерации встречаются И мы помним события с генералом Рохлиным Да и другие Очень подозрительные смерти Людей в погонах Представителей силовых ведомств Да, может быть Может быть, генерал и присвоил себе Три квартиры Он же не жил в них Или он не сдавал, наверное, их в аренду Может быть, тот из его родственников Получал эти квартиры Ну, это злоупотребление Но это же не Такого размаха измена Которая исходит у нас Например, от членов правительства Например, министр финансов Силуанов Объявил на всю страну Что рубль будет укрепляться После Нового года А он после Нового года Сразу же рухнул Вот интересно Кто на этом высказывании Силуанова заработал А кто на этом потерял Я думаю, что Те, кто знал Что рубль не рухнет Сразу после Нового года Они очень хорошо обогатились Силуанов, наверное, знал Поэтому это преступление Куда более масштабное Чем какие-то там Три квартиры Не будем, конечно, оправдывать Если в самом деле это так Это предосудительно И людей, которые допускают Такого рода действия Приватизацию Служебных квартир Надо гнать со службы А что, только один этот генерал Что ли Присвоил себе квартиры Да их столько присвоено Что Не в сказке сказать Не пером описать А уж Сколько наворовано по стране И сколько Более масштабных преступлений Осуществляется Ежедневно Об этом и говорить не стоит Поэтому, когда мы читаем Вот эти печальные новости Когда мы читаем комментарии Господина Хинштейна Мы должны понимать Что тут не чисто Не чисто все в МВД Потому что там происходят Вот такие самоубийства Конечно, не со стыда Может быть, от того Что могли вскрыться Какие-то более масштабные преступления А за ними Тянулся бы шлейф От этого генерала На высшие этажи Государственной власти В руководство Республики Областей, в которых он служил Всяко может быть Скорее всего Я предполагаю Что все-таки Такого рода события Это убийства Совершаемые С использованием спецслужб Для чего? Не для того Чтобы пресечь преступления Вот этого Очередного чиновника В погонах А для того Чтобы скрыть преступления Чиновников Более высокого уровня Потому что Этого бы арестовали Он бы стал давать показания И там бы потянулись Вот все эти цепочки Надо напомнить Что в июне 2014 года Замглавы управления Экономической безопасности Противодействия коррупции МВД РФ Генерал Колесников Находившийся тогда Под следствием При странных обстоятельствах Выбросился Из окна Шестого этажа Следственного комитета В Москве Выбросился? А кто в это может поверить? Я не верю Я уверен Что выбросили А не выбросился Тоже по тем же самым причинам Потому что Слишком много Было завязано На этого человека И господа из МВД Которые в основном Служат на высоких должностях Вы все находитесь Под опасностью Вот такого События В конце своей жизни Когда вы будете Оклеветаны И убиты Почему? Потому что Вы втянуты В преступную деятельность Которую ведут Ваши начальники И те Кто их покрывает И кого они покрывают Если вы совершаете Преступление Против закона И против интересов Своего отечества То не исключено Что вы закончите Точно так же Как Колесников Или вот этот Генерал из Мариэл Вячеслав Бучнев Не служите Врагам России Служите Отечеству Служите гражданам Служите закону Тогда может быть Вас и прославят Как людей достойных А в нынешней ситуации Вас могут просто убить И ославить Хотя Преследованию Подлежат Все ваши Руководители И те Кого вы обслуживали Все ваши хозяева Но расплатитесь Жизнью И позором Вы лично Ну еще Тоже Это уже совсем мелочь Казалось бы Но это образ Власти С которой мы имеем дело Вот интернет Это такое место Где вскрываются Выворачиваются Душевные переживания И некоторые люди Не вполне адекватные Любуются Своей жизнью Любуются фотографиями Делают там Всякие комментарии К блюдам Которые они поедают К тем замечательным местам Где они Отдыхают Какие у них апартаменты Какой у них обед Какие вина Они вкушают Какого размера креветки Которые они вот сейчас Съедят Ну вот Один из таких людей Александр Явкин Вице-губернатор Орловской области Выложил свои фотографии Комментарии Об усложжениях своего желудка В Карловых Варах Вот все мы тут Отдыхаем в России Поскольку выехать за рубеж Уже денег нет После провала Курса национальной валюты Который организован был В Кремле А вот Вице-губернатор Может выехать И беззастенчиво Рассказывает Как он там Вкушает Всякие яства Как он замечательно Отдыхает Как он поедает Санкционную кулинарию Которая недоступна Уважаемым россиянам Ее просто Перестали ввозить Потому что Кремль Сильно обиделся На поставщиков И решил Сменить их На каких-то других Вот этот Александр Рявкин Показывает Как он ему Отдыхается За полторы тысячи евро В день Наверное Очень хорошо Зарабатывает Вице-губернатор Но с какой стати Он вообще на этом месте Зарабатывает Как заместитель Губернатора Губернатор Коммунист Ватомский Покрывает Своего Подчиненного И Оправдал его тем Что Рявкин удалил Свой пост Вот якобы Этот оскорбляющий Общественный Нравый пост Удалил И этого вполне Достаточно Для того Чтобы вопрос Закрылся Но с какой стороны Стати Вот этот человек Который обладает Вот таким Самосознанием Желудка Служит на государственной Должности В общем Достаточно высокой И получает доходы Такие Что он может На праздники На несколько дней Уехать И потратить Целое состояние Поедая Там какие-то Удивительные товары Там Всякие фуа-гра Я даже честно Говоря Точно не знаю Что такое Никогда не пробовал Как наверное Большинство жителей Стороны нашей Ну и Откуда Взялся этот человек В 2013 году Он участвовал В выборах Мэра Екатеринбурга И занял в итоге Последнее место Набрав Примерно 0,3% Но это явно Не представитель народа Раз к нему Так отнеслись Даже при всех Подтасовках Столь низкий результат Надо было Постараться получить Это Тогда Представитель Кого? Ну это явно Не представитель Коммунистической партии Откуда на откуп Орловской области Или там По крайней мере Ее руководство Коммунистической партии У нас теперь Просто часть Этого олигархического режима Поэтому не надо думать Что о коммунисты Это такие революционеры Которые борются За благо народа И так До этого не было Никогда Не было ни при большевиках Ни сейчас Сейчас это просто Часть олигархического режима Одна из партий Она просто По недоразумению Называется коммунистическая Хотя никакого коммунизма Там и в помине не было И вот Если губернатор коммунист Это вовсе не означает Что он будет Какие-то коммунистические порядки У себя устанавливать Это просто Карьеристы И вот Он при себе тоже держит Такого же карьериста Который не имеет Никакой связи с народом И народ ему ответил Какой уровень доверия Он к этому Вице-губернатору имеет Но именно таких людей Отбирают у нас Сейчас во власть И когда мы смотрим На такую новость Она конечно Не впечатляет нас Она может попасться На глаза только случайно Мы начинаем думать Зачем нам такая власть Зачем нам такие представители Во власти И кого они представляют Зачем нам вообще Такая власть Ни зачем нам Ни такие люди Ни такая власть И доходов у этих людей Не должно быть Больше чем у Там Таджика-дворника С какой стати Этим людям Вообще за что-то платить Человек-желудок Он ведь будет И работать на свой желудок Постоянно На своей должности Раз у него В голове только Отдых И те продукты Которые он поедает И вот это наслаждение Прорывается у него В сети интернет Где любой придурок Свою дурь раскрывает Во всю ширину Своей души Наверное Таких людей Надо гнать из власти И устанавливать В России Русскую власть Русский человек В общем К еде Не притязателен Любит трудиться Ориентируется На общественные ценности А не на свои личные Не выпячивает Свою частную жизнь Эти элементарные Этические нормы Свойственные Традиционному Русскому самосознанию Конечно Должны утверждаться У нас в стране Но наверное При этой власти Ничего подобного Не будет Будем стараться Чтобы у нас Появилась Другая власть И русский национальный фронт Приглашает к этому Мы будем этого добиваться Поэтому Приходите к нам Давайте будем Биться вместе За русскую национальную власть За восстановление Традиции русской государственности Русской общественности Будем вместе Мы сломим этот режим Сможем раздавить наших врагов Сможем Вышвырнуть Из власти Средств массовой информации Этих порнографов И воров Будет русская власть Будет достойная Честная Жизнь для трудолюбивых И достойных людей Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова